С добрым утром! С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром! Доброе утро всем! Сегодняшний мой день начинается с завтрака. На завтрак у меня сегодня что? Драники. Драники со сметаной. Я их очень-очень люблю. Я, наверное, пока съем один драник. А второй, если не съем, то закрою крышкой. Сегодня у нас очень хорошая погода. Вот все портит этот пакет. Мы вчера пробовали его спить. Буквально несколько сантиметров не хватает палки. Швабры не достать никак. Дерево, смотрите, уже как распушилось. Скоро уже будут листочки. А на этом дереве, видите, почки только еще начинают. Здесь они еще только начинают. Был какой-то момент, говорили о том, что хотели эти деревья спилить. Нет, ни в коем случае, потому что летом здесь будет тогда просто невозможно находиться. Сейчас у нас... О, батареи отключили. Ребята, отключили батареи. Какая радость. Ну, вчера и говорили, что ночью отключат батареи. Жарко, невозможно. 21 градус. Батареи топят, как оглашенные. Просто, ну, вообще. Поэтому сейчас будет хорошо. А летом вообще у нас, когда солнечная сторона, и раньше деревья вот эти были еще низкие, туда вот, ну, этажа до второго, до третьего. Невозможно было. Пришлось жалюзи, стекла там занавешивать, что-то еще придумывать. А сейчас летом очень хорошо. Ты открываешь, и у тебя все хорошо. Люди, кто живет этажами выше, там, седьмой, восьмой, у них жарко, у них просто невозможно. А у нас вот так вот хорошо. Дома что-то пока стоят на месте. Внизу только что-то делают, а здесь ничего пока не делают. Так что вот так, ребята, ладно. Я сейчас отправляюсь на завтрак. Вам желаю тоже приятного аппетита, кто завтракает, кто обедает, кто ужинает. В общем, короче, всем-всем приятного аппетита, мои дорогие друзья. Слушайте, ребята, сейчас пока завтракал, смотрел ролик на ютубе. У Катерины Лайт, представляете, у них в Челябинске 26 апреля идет снег. У них там, ребята, просто настоящая зима. Представляете, как? Вот в разных городах разная погода. У нас, посмотрите, уже как? Уже, считайте, можно сказать, уже скоро и лето будет, да? А у них еще до сих пор снег. Я не знаю, как люди, но люди, наверное, уже привыкают к этому климату. Наверное, то же самое, как у нас. Я вот не смог бы жить, например, в Ленинграде, кто-то говорит, в Питере. А вот я уже привык. А кто-то не может. Поэтому мне кажется, что, наверное, люди привыкают. Это нам в диковинку видеть, что 26 числа-то снег. А у них-то Челябинск. А для них в Челябинске это как бы, ну, и не ново, можно сказать. Да, это норма 26-го, что выпадает снег. То есть люди к этому уже привыкли. А нам, конечно, это в диковинку. Ну, надеюсь, что и у них скоро настанет тепло, конечно. Хотелось бы, чтобы уже у всех, те, кто хочет тепла, у всех наступило, ребята, тепло. В общем, ребята, неожиданно. Сижу, я пью чай. Звонок в томофон. Кто вы думаете? Сфарщик обещали, что завтра придут. Сегодня. Вот это надо все ломать, он сказал. Сюда ему надо, туда наверх подобраться. В самый верх, там третий вот этот шов, который надо варить. Он сказал, что, типа, труба живая. Он ее потрогал. Сказал, что здесь труба живая. В общем, сейчас мне вот это надо все разобрать, чтобы ему туда подобраться. И, в общем говоря, короче говоря, он будет все это варить. Это неожиданно. Я не успел ни поесть, ничего толком. Сейчас буду быстренько все это убирать. Пришлось, короче говоря, ребята, разобрать вот эту вот бандуру, которая у нас висела. Посмотрите, за ней сколько грязи. Это вот на самом верху она висела, под трубами. Сейчас будем ее затаскивать. Она, во-первых, грязная. Ой, господи боже. Тяжелая, грязная и неудобная. Где-то тут еще вон советские наклейки. Но вам, наверное, сейчас будет не видно. Это у меня папа еще клеил. Это, представляете, в каком году? В 80-м каком-то делали. В общем, сантехник обещал свой сварщик прийти завтра. Этот сварщик вообще ничего не знает. Ему сказали сегодня приходить. В общем, пришлось все это на скорую руку быстренько все сломать. Сейчас вот несу на помойку. В общем, пришел сварщик. Нас не предупредили. Обещали, что завтра должен прийти. Пришел сегодня. Надо все быстренько ломать. В общем, все поломали. Он не знает, как воду отключать. Сантехника ему не дали. Пошел где-то шланг, вернее, этот кран перекрутить. Перетянул кран, он у него в руке. Остался, в общем, наш дом, ребята, весь разваливается. Сейчас соседки две сидели, говорят. Ты чего, говорит, шкаф выбрасываешь? Я говорю, да пришли трубу менять. Ой, а что, бесплатно или за деньги? Я говорю, конечно, бесплатно. А с меня деньги содрали? Я говорю, нет. Я говорю, эту трубу должны менять бесплатно. Я говорю, никаких денег. Я говорю, все-все бесплатно. Я знаю, что положено бесплатно. А что за деньги? Я говорю, все разваливается. Все. У них, представляете, вот тоже такая же трехкомнатная квартира, как у нас. У них нет счетчиков на воду. Они платят вообще восемь. Восемь тысяч, ребята, представляете? Это трэш какой-то. В общем, наш дом потихоньку весь разваливается. И никто ничего делать не собирается. Ну, в общем, короче, вот этот сварщик сказал, что по-хорошему трубу надо целиком все менять. Я говорю, так я так и сказал. Он говорит, ну, пока еще заявка не обработана. В общем, короче говоря, он говорит, пока сейчас я делаю только заплатки. Ну, заварю как бы. А потом уже они придут и будут полностью менять трубу. Ну, надо. Ну, хотя бы, по крайней мере, будет заварено, потому что если мы уедем на Майске и на дачу, чтобы быть спокойным, чтобы не прорвет и никого не затопит. Так что вот так, ребята. Вот такие вот дела. Вот, ребята, наш открытый подвал. Посмотрите, что здесь творится. Вот он бегает уже, который раз туда, отключает, включает воду. А у нас там все течет. Он заваривает, бежит сюда, включает воду, там течет. Вот, он бежит, опять выключает, идет, опять варит, опять прибегает, опять включает, там опять течет. В общем, ребята, дур, дом. Так, в общем, короче говоря, что он тут натворил? Вот такие вот, не поймите его заплатки. Включается холодная вода и по трубе течет ручьем. А вот этот вот недосварщик-недослесарь сказал, что это якобы конденсат. Вот, в общем, короче, вызвали нового слесаря, не знаю, который вообще, по идее, надо просто там отварить, это самое, трубу отрезать здесь и там. Не ставить новую. Чего они мутят, я не знаю. В общем, короче говоря, ребята, как вы видите, по открытому подъезду приключения продолжаются. В общем, седьмой час мы сидим без горячей и без холодной воды. В квартире срач, с трубы течет, заварить не получается. Управляющая компания не дает команду, чтобы спилить старую трубу и заварить новую. В общем, дурдом. Позвонил я сейчас в 004 в нашу городскую службу по жалобам. Мне оставили номер телефона городской жилищной инспекции по нашему району. Я туда позвонил, а мне сказали, какой ваш номер дома. И сказали, извините, мы с вами связываться даже не будем. По одной простой причине, что у вас управляющая компания доверия, и мы с ней связываться не будем. Разбирайтесь сами. Вот так, ребята, 21 век, а мы ничего решить в этой жизни не можем. Вот так. Ребята, это не кончится никогда. В общем, пришли два профессиональных сантехника-сварщика. Я уж не знаю кто они. Видите, там даже тряпочкой заделаны. Они сказали, чего он 7 часов мудохус. Мы бы пришли, мы бы сделали это все за час. Здесь просто, вот здесь и здесь. Отрезается труба и вваривается новая. Вставляется. Все сделано, вот как внизу. Все то же самое. И больше ничего. Они просили, чтобы мы пошли покупать трубу. Вот это вот все, вот эти крепления. Я сказал, что все это делается бесплатно. Ребята, где хотите, там ищите. Я ничего покупать не буду. Мы платим за текущий ремонт. Эта труба общедомовая, и она является текущим ремонтом. В общем, сейчас они поехали за этими трубами. У них на складе все есть. Сейчас привезут, быстренько все поставят, и все. Посмотрите, что они натворили. Вот это вот осталось от сварки. То есть это уже ничем не убрать. Это выгоревшие. Разбили здесь стакан. Что-то еще. Мы-то не ожидали, что они сегодня придут. Мы-то думали, что завтра мы спокойненько все уберем. Мне пришлось вот это все ломать. Вот еще осталась вот эта отломанная деревяшка. Вот время 6 часов. С 9 часов. С 9 часов он не мог ничего сделать. А жена говорит, что он профессиональный сварщик. Какой он нафиг профессиональный сварщик, если он столько времени делал? И вот с этого времени у нас дома, дом, вот наш стояк весь без воды. Вот сейчас только воду подключили. И то вот там подтекает, поэтому положили тряпочку. Так что, ребята, вот такой дурдом. И никакое право на нашу управляющую компанию нет. И когда мне пишут в комментариях подписчики, что требуете, я вам сегодня уже сказал, что требовать неоткуда. Потому что никакое право на них, ребята, нет. Довольствуюсь тем, что есть. Вот так. Я такого даже не коронил. Чим-чим на Та-Сия. Или Хатасия, как правильно. Соевый чесночный. Так, соевая вода, бобы, пшеница, сахар, уксус, Е1200, чеснок, кунжут, паста, томатный, концентрат. Не знаю, я чего такого никогда не видел. Соевый чесночный. Ну, а потом как-нибудь в день попробовать, может, по вкусу. Ребята, наконец-то сегодняшний день подходит к концу. Эта канитель наконец-таки закончилась. А все оказалось очень просто. Нужно было просто заменить трубу. Спилить старую ржавую и поставить новую пластмассовую. Пришли новые сантехники, которые сказали, что мы сейчас быстренько все сделаем. Ну, они для начала хотели, чтобы я пошел в магазин и что-то купил. Я сказал, фиг вам. В итоге они нашли свою, привезли свою со склада и поставили. Вот, грязи было, конечно, куча. Запах до сих пор еще. До сих пор непонятно, зачем этот недослесарь 7 часов вот эту вот грязь разводил. Пришли вот эти ребята, сказали, что зачем он столько времени это все делал. Зачем? Ну, сразу понятно было, что нужно было просто отпилить и все. И больше ничего не делать. В общем, короче говоря, ребята, слава богу, это все закончилось. Я решил выйти на улицу, немножко прогуляться, потому что в квартире дымно. Вот у меня с собой небольшой такой пакетик семечек. Хожу, гуляю, на улице тепло. Вот, кстати, вот эта белая машинка, которую сегодня увезли. Это, оказывается, машина моих соседей. Ну, там у девочки молодой человек, это вот его машина. И он сегодня не успел выйти, и ее увезли. И у нас теперь штрафстоянка находится очень далеко. Жалко, конечно. Но в итоге вот опять приехал на то место, где и стоял. В общем, короче говоря, завтра мы едем на дачу с утра. Поэтому нужно будет утром все загрузить. Поэтому завтра тоже будет тяжелый день. Завтра уже будем связываться с электриками. Завтра уже электрики будут нам все чинить. Я надеюсь, что они нам все подключат, все сделают. И на майские праздники, когда мы поедем, уже у нас будет, грубо говоря, свет. Потому что если до майских праздников свет не сделают, нам на дачу нет смысла и ехать. Так что вот так надеюсь, что завтра все сделают. Посмотрите, в доме уже горит свет. Я так понимаю, они уже готовятся к сдаче. Там сегодня уже они делали дорожку. Так что, скорее всего, наверное, уже дом скоро сдадут. Ну, а на этом все, ребята. Я сегодняшний свой такой вот суматошный день хочу закончить. Я сейчас посидел на свежем воздухе, посмотрел видосики разные. Посмотрел стрим этого ненормального нашей Оксаны Пушкиной. Ну, что можно сказать об этом человеке, ребята? Ну, который строит весь стрим на то, чтобы оскорблять других и меня в том числе. Ну, особо его это не красит. Ну, раз ему больше заняться нечем и контента у него другого нету, пускай заходит ко мне на канал, пусть меня смотрит, пусть меня стримит, пусть меня обсуждает со своими вот этими ненормальными людьми. Пускай, мне плевать. Может быть, ему так легче. Так что вот так. А я сейчас еще немножко погуляю и пойду домой спать, потому что завтра рано вставать. Вам я желаю, как всегда, всего самого-самого-самого наилучшего, самого доброго. Чтобы у вас никогда ничего не ломалось и чтобы у вас вот таких, ребят, проблем не было. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok